Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Мастер Чу, в гостях Мегион. Наконец-то наше второе видео после отпуска Мега, скажем так, обещали сделать обзор персонажа. Вот, собственно, он. Поэтому за старания, за то, что всё обещанное выходит на канале, обязательно лайки, подписки на канал, ну и, конечно же, комментарии, насколько крутой или не крутой персонаж у Мега. Давай смотреть, Мег, привет! Всем привет! Обязательно подписываемся, ставим лайки, всё как полагается, по-другому никак. Слушай, после последнего нашего с тобой ролика ты, по-моему, апнул 76 и 60% на нём уже накачал. Да, всё верно, да. Сейчас усиленно гоню 77. Это за неделю, получается, чуть больше. Да, я беру где-то в сутки 6-7% около того. Ну, есть вот локации, где это возможно делать. А ты сейчас качаешься на танке, я так понимаю. То есть визуально мы видим картинку, это ты в Аденбордерсе и это танк. Всё верно. Да, всё верно, я качаюсь на танке по одной простой причине, потому что в танке я переролился не так давно. Я не помню, говорил я об этом, не говорил. Ну, может быть, пару месяцев я в нём бегаю, и он не закончен, он не выкачан. Есть такая штука, как экспертиза, которую мне обязательно нужно качать. Я вот просто даже покажу. Это не закончено, я даже не ролил ничего, мне просто, ну, кстати, вот почти получил новый уровень, и мне нужно ещё будет два уровня. Поэтому я вынужден качаться на танке. В плане эффективности кача танк, конечно, хорош со всеми скиллами, но там тот же дестройер будет выфармливать лучше. Ну, это обстоятельства, я вынужден это делать. Да. На Корее, точнее, появились уже дестры, дестройеры, наши любимые, когда запускалась игра только на Корее. Я очень сильно негативил то, что нету дестров, нету вот подобных классов, но постепенно-постепенно NC-софты вводят полюбившиеся нам классы, и они показывают себя очень с крутой стороны. Расскажи свой путь, то есть ты залетел в L2M, начал магом, потом пересел на арбу и дошёл в итоге до танка. Как, почему, зачем такой путь? Ну, магом я залетел, наверное, по инерции после L2R, вернее, не после, я играл же в тот же момент в L2R, и я подумал, что магом будет достаточно прикольно. Но маг в этой игре, на тот момент, это как раз был июль месяц, это, по-моему, если я не ошибаюсь, были... Это Орен. Орен, Адена не было, это значит были вторые хроники, да, наверное, Илья? Да, это были вторые хроники. Причём в самом разгаре в таком. Да, и я зашёл, я думал, что он будет убивать, а он по факту оказался саппортом. Мне это жутко не нравилось, я был таким тряпочным, ватным, и от меня требовалось только прийти к кому-нибудь, там, кристалл кинуть, там, заморозить, слепоту, или там, снять бафы и что-то такое. И, в общем, побегал я им, побегал, наверное, месяц, ну, естественно, покупал карты, покупал паки, как бы там активно развивал персонажа. И в какой-то момент мы сели с офицерами клана, и они говорят, ну, Серый, ты, типа, хорошо развиваешься, очень быстро, а по большому счёту в клане не хватает хилов. А, и почему хил, потому что мы как раз в тот момент дрались против одного корейского клана, и там был такой хил, который в нашу толпу забегал, ему было вообще похер у кого как шапка одета. Мы ничего с ним сделать не могли, убить не могли, они говорят, ну, глянь, как круто, я такой, блин, думаю. Ну, действительно, наверное, круто, тем более то, что сам по себе маг с хилом, они, ну, взаимозаменяемые. Ну, да, легко переселить. Да, вис, инг, как бы, ну, шмотка такая же, пушку переодел, да и вперед. Ну, понятно, с хилы докупил. Вот, и после этого я, как бы, пересел на хила, и вот на хиле как раз я уже очень плотно сидел, плотно хила развивал, потому что хил, ну, мало того, что он в ЛПП очень хорошо живёт, из минусов у него, наверное, то, что у него нет хорошего контроля. Угу. Вернее, его вообще нету. Угу. Это потом мы уже изгалялись, я чуть попозже расскажу, как я делал, чтобы у меня был контроль, но по большому счёту у него нет контроля, да, ты раздаёшь кресты, да, дерёшься, да, убить тебя сложно, да, ты крутой на боссах, как бы, все дела, вот, и, ну, я считаю то, что я хила развил там, ну, до достаточно серьёзных высот, потому что у меня на хиле, вот, в последний момент было, у меня было порядка 310 дефенса, 110 дэмэдж редакшена, скилл резиста было там в районе 360, у меня было Pain of Karma, у меня был Celestial Shield, это уже из фиолетовых скиллов, я не говорю про красные, они вообще были, как бы, все. Ну, это, ребят, перебью на секундочку, стоит учитывать, что все эти скиллы, они остались на персонажа, то есть, Мег может в любой момент поменять просто карточку и играть дальше со своими скиллами, которые уже были проучены. Ну, так да не так, я тебе сейчас просто дальше расскажу, да, и, как бы, уже был достаточно серьёзный хил, то, что я на этом хиле, особенно, есть такой скилл, как Pain of Karma, который отнимает 5, на фиолетовой карте 5% за 1 тик, а у него 10 тиков, соответственно, 50% он, ну, там, не больше, если там на кого-то коня напал, не больше там 1000 хп, он отнимает 5% либо не больше 1000 хп. И я лично убивал, там, одного из самых сильнейших игроков в Корее, это Мунжу, Лимонжу и, там, других товарищей в больших замесах. Мы как раз играли в большой, там, в большой коалиции, и были такие смешные моменты, когда народ, там, ржал, типа, на регион вроде маленький, да, ну, как маленький. Маленький, но может, да? Ну, да, притоп, как бы, но может, там, устроить кипиш. Вот. И вот так вот я играл на хиле. Касательно сохранения скиллов, тут не совсем верно, потому что корейцы делали 2 раза акцию, когда ты мог сменить полностью всё. Да, мало того, что ты меняешь карту, это, сейчас это тоже, кстати, будет у нас новая акция, ты можешь, там, за TJ-купон просто сменить одну фиолетовую на другую. А там же была более такая глобальная штука, когда ты мог сменить всё. Экспертизу, пушку, шмот, там, блин, скиллы, всю фигню, абсолютно всю фигню. Да, и вот она как раз была месяца 2 назад, последний раз, сейчас у меня закрылось, пока я тут фармил. Она была 2 месяца назад, и что мне не нравилось в хиле? Мне не нравилось в хиле то, что, в принципе, он не может контролить. От меня собака все убегали. Убить меня было сложно, неважно какой сервак, даже какие-то чуваки, которые, там, сука, перебущенные, убить меня особо не могли. Тут я уже мог от них убежать, даже, там, ножи, даже танки, если только не какие-то, там, раули, там, забущенные. Не было контроля. Как я выходил из этой ситуации? Я когда получил вот такую карту, которая называется Марлеона, получил ее самой первой. Это совмещенный класс хила и глада. И когда я играл на этом Марлеоне... Ты давал денсы? Ловкость рук, никакого мошенничества. Да, у меня была панель, ее сейчас нету, я убрал ее отсюда. Я включал дули, видел цель, давал... Нет, денсонг это заранее я давал. Я включал дули, кидал стан, переключался на хила и мочил туда, там, pain of karma, всю фигню. Вижу, чувак убегает, опять на дули, опять стан, опять, там, херачил. Это единственный был стан и единственная возможность, потому что вообще у хила стана нет от слова совсем. Ну, это саппорт, по большому счету, и я считаю, что использовал его немножко не по назначению. Ну, это к вопросу о автоматизации однокнопочности игры, да? Не-не-не-не, это, знаешь, на пианино было похоже, потому что там тебе нужно переключиться, сделать то, и это все надо сделать быстро. А сейчас я там могу играть, я там вообще, я меняю... Потом я дошел до того, что я, играя на хиле, менял карту на дестройера, видел цель, впилился в эту цель, давал ей стан, менял обратно на хила, кидал pain of karma, переключался на дули, кидал еще один стан, чтобы человек не выходил. Переключался обратно на арбу, еще одну pain of karma, понимаешь, потолка этого дестройера. Это нифига не так просто. У тебя кнопочка L, наверное, смазолена, да, на компьютере? Ну, не совсем, как бы, но это нифига... Ну, это не просто, это надо очень динамично это все делать, это во время боя, когда ты цепляешь там цели. Ну, естественно, у меня бинды есть определенные, да, в том числе у меня кнопка Z, она позволяет нам выбирать карту. А, это стандартная она раньше, ага. Да, ну, мне так удобнее, просто в Asada я играю, я как бы Z, раз, вот у меня здесь Agation, и Agation тоже по ситуации ты можешь менять, что как. Вот, и меня бесило то, что не было контроля. На тот момент мы играли с таким сильным корейским альянсом Unity, и там был персонаж, с которым мы так неплохо общались. Там играл драйвер девчонка, которая хорошо говорила по-английски, и там был танк и нож, вот, и мы частенько там проверяли, там, я проверял на ней там свою дурь, как там я могу, да, и на хиле, там, спойнув кармы, понятно, там, я там в половине случаев выходил победителем, но меня прельщала история о том, что ты, допустим, пришел, ты дал стан, и от тебя уже хрен кто куда убежал. Это, в принципе, гарантированный килл, гарантированный труп. Вот, Арба, конечно, там, замахшенная по всем параметрам, со всеми скиллами, вопросов нет, она крутая, но я такой принял волевое решение. Ну, в принципе, я наигрался, потому что на Арбе я, наверное, играл с августа месяца, и вот, блин, почти до Нового года. Ну, и попробовать все хотелось, да? Да, и как раз была акция, да какой Новый год, даже больше, до января, и я просто взял и сменил полностью на танка, сменил скиллы, убрал с хила фиолетовые скиллы, у меня не все есть, но вот сейчас... Ну, то есть то, что у тебя было проучено на хиле, оно, соответственно, проучилось на танке, вместо этого, а там скинулось. Я выбирал просто, какие скиллы взять. Я, как бы, взял самый правильный, взял самый контроль, еще есть такой Chain Strike Reinforcement, есть True Impact, да, это стан, и, ну, это выглядит, наверное, сейчас, одну секундочку, тут я сейчас деда с ремнем найду, он тут качается, ну, не качается, не качается, не качается, хотел просто показать, как это выглядит, это цепочка, потом, как бы, стан, и вперед из песни, как бы, лупишь врага. Вот, я перешел на танка, и, в принципе, я офигенно доволен, как бы, этим персонажем, я его еще не закончил. А есть такое ощущение, что он у тебя фармит меньше, для того, чтобы вот ребята у нас понимали, потому что очень многие у нас в комьюнити сейчас говорят, что очень сложно качаться, много банок уходит, много сосок уходит, убиваешь мобов медленно, нет ауешек, или все это только первые хроники? Илья, скажи мне, пожалуйста, я просто не знаю, как происходит на Японии, вот, допустим, есть скиллы, если у тебя под рукой, посмотри, пожалуйста, допустим, скилл красный Holy Strike, его описание, есть ли такое же? У нас уже переделанные скиллы. Если у вас переделанные, соответственно, уже Макс 3 Юнис, да, 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 да. Есть, да, 3 Юнис? У нас уже переделанные скиллы. Все, тогда нечего переживать, потому что танк, вот мой, я не беру там, у меня фиолетовые скиллы, они не дают, как бы, никакого преимущества именно в фарме. Исключительно только красные, да, понятно, Retribution это вообще там самый последний, у вас его даже нету, это массовый скилл, но все остальные там, Strike Force, это массовый, Holy Strike, это массовый, и танк с этими скиллами фармит очень-очень недурно. Если взять самых лучших фармеров, вот если, давай сделаем градацию, самый крутой фармер, это Хилл, блин, это Мак, но Мак, хочу заметить, только с Метеором, с Хаосом, и еще с Агатионом, у которого есть Метеор, только в таком случае Мак является номером 1. На втором месте получается пика? Тогда пика будет прям номер 1, она будет выфармливать все, но у вас ее пока что нету, как бы, поэтому на текущий момент, если с красными скиллами, наверное, у вас будет, как бы, хорошо фармить Мак. Но, если будет танк со всеми красными скиллами, хорошо забущенный, ну, эквивалентно тому же Маку, танк будет фармить больше, пока у вас нет даже Дестройера. Дестройер фармит где-то на 10% больше, чем там танк. Я все это проверял, мы регулярно делаем все эти замеры, смотрим там, сколько он фармит, минуту, пять минут, в час, как бы, заморачиваемся, переключаем там различные шмотки, смотрим, что дает больше, что меньше, скилл буст, вэп он дэмэдж буст. Тут очень много заморок, и, как бы, вывели некую формулу. Если вот чисто по градации, если в хай-инт-контенте это Мак, Пика, Дестройер, это вот топ-3, вообще просто без шансов. Танк, самое что интересное, будет стоять на четвертом месте, после него будет только уже хил. Лук? Нет, вообще никак. А по удобству фарма при этом, кто удобнее всех? Смотря какая локация, вот если ты видишь то, что я стою в Одинбордерс, тут смысл в том, что мобы на тебя сбегаются, и милишник, тут комфортно и хорошо. Если брать локацию обычную, типа, ну, давай полетим, наверное, там, то и сбегаем на четвертый этаж, я тебе сейчас покажу. Там мобы не бегут, там он, конечно, хорошо фармит, но, так, сейчас, закупимся, там, наверное, не наверное, а там будет лучше бить, как бы, Мак. Потому что ты его ставишь в центр, и он только лево-право, 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 он это все раздает, и, как бы, ты получаешь с этого офигенный профиль. Ты в топ-десятке по опыту, да, сейчас? Да, я в топ-десятке, у меня, первый, кстати, это наш, Серега Дед с ремнем, у него почти 79 уровень, да хрена. Жест. Вот, я, я же просто начал играть с июля, и у меня там были, там, просадки, когда я забывал кое-что купить, а кое-что, это вот такие вот ветерки. Крылышки? А, они, да, они дают 30% к XP, я их забыл два раза купить. А я с ними сейчас скачаюсь? Да, просто забыл, да. Так, поехали, данжен, я сейчас покажу, четвертый этаж той, как тут вообще происходит. А у вас же тоже, получается, свитки по телепортам на определенные этажи есть? Да, конечно, 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 есть свитки, вот, у меня на четвертый этаж 47 свитков, вот, ну, потому что я в основном здесь качаюсь, могу на пятом качаться, но там не суперэффективно, там не хватает пока точности. Ну, то есть танк тебя сейчас полностью устраивает, и прям, прям супер-супер. Танк меня устраивает, когда я его закончу, доделаю ему экспертизу, я получу там много дополнительных статов, и он будет, я думаю, даже фармить, ну, возможно, больше, чем дестер. Но, опять же, у меня на дестере просто нет фиолетовых скиллов, и, знаешь, не совсем, наверное, будет корректно это так сравнивать. Угу. Но, в целом, танк офигенно хорош. Сейчас мы перейдем к карточкам, поставишь на фарм, посмотрим, как фармит, и пока смотрим, покажешь карты. У змеи какие-то летучие. Да, я покажу то, что я сделал там с самого начала, есть там, конечно, частичное расстройство, что-то пришло, что-то не пришло. Ну, как, как, как всегда. Вот. Ну, и, получается, все спокойно. Мы бы не бегут, да, он бегает к мобам, получается неплохо, плюс-минус то же самое, что там в аденболе. Портерс, где я был, ну, могло быть и лучше, если там был бы у меня заряженный маг, я бы просто стал здесь по центру и убил бы все. Угу. Кстати, здесь совсем сейчас плохо, очень много людей, ну, пофигу. Пусть стоит... Ну, самая главная логика понятна, что стоит, фармит спокойно вообще. Да, если... Давай, поехали, тогда... Давай, поехали, начнем с карточек. Давай, поехали. Значит, карточки. Ну, common, нечего показывать, rare тоже нечего, они все есть. Unique у меня есть почти все. Много, кстати, у вас такой нету, по-моему, Abyssantina. Нету. А, это, кстати, вообще фишка, ждите. Это два пробужденных? Да, качаешься на одном, и второй точно то же самое получается, сто процентов. Очень удобно переключаться, пробужденные скиллы... Экспертиза тоже качается сто на сто? Да, сто на сто, да. Вау, это жирненько. Это жирненько, и если взять... Давай, вот здесь такая дум персона, смотри, арба с магом. Их можно так закомбинить, это просто будет убойная составляющая. Оу, жесть. Это жесть, ты посмотри, это хаос пробужденный. Что такое хаос? Я просто всем скажу зрителям. Это штука, которая, в принципе, с одного маха снимает, ну, там, в зависимости от персонажа, ну, минимум процентов 30, а то и половину хп. Ну, то есть ты можешь с мага дать хаос, и потом еще пейн, и все. Еще пейн оф карму, да, пейн оф карму дать, это, там, есть гравити, как бы, ну, блин, тут слишком круто. Можешь запретить магам, как бы, лечение, это можно выставить на две панельки, и ты можешь, ну, опять же, через пианино... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и тогда это... Да, да. Слепоту кинуть, рестаркастинг сделать, понимаешь, ты откатишь скиллы еще, да, с по жопе по полной программе. Жесть. Это вот, это из новья, да. Короче, юник-карты у меня почти все, нету трех, но я их сейчас доберу, потому что... Ну, это новое тоже, да? Относительно, да, я их доберу, там все будет окей. Угу. Вот, доберу, почему, потому что на 77 уровне дается синий сундук. А эти можно выбрать, да? Любой, да. 78-й то же самое, 79-й то же самое. Блин, это огонь, кстати. Да, поэтому я даже не парюсь, потому что эти карты я и так возьму, и все окей. Угу. Красными, да, у меня есть их много, но и много нету. Много стандартных карт, ну, не везло. Хотя там было потрачено очень-очень много кристаллов во всю эту историю в свое время, и я не говорю здесь то, что новые. Это новое, это новое. В принципе, много новых. Вот этот дестер, конечно, так великолепно выглядит. Просто... Выглядит великолепно. Никакая, никакая. Отдает какие мне статы. Никакая, а который в красном шмоте именно дестер. А, вот этот? Вообще просто бомб. Да, он крутой. Но какая мне больше нужен, потому что он мне закрывает коллекцию... Мне любая карта здесь закрывает дохрена статов. Угу. Стандартные Табальды, Таркай, там, Тварисы. Ну, не пришло. Угу. За все время, при том, что я там каждую неделю все паки. Помимо этого, там еще там херачил, открывал, пытался. А вот скажи, для наших зрителей, им тоже будет интересно, больше красных карт приходит с Фьюза, или же больше красных карт приходит из паков? Вот смотри, мы делали тесты. Вот есть за тысячу кристаллов обычные стандартные доставашки, да, вот эти. Примерно расклад такой, на 50 тысяч кристаллов одна красная карта. Это говно полное. Ну, то есть только акционка. Да, я бы рекомендовал там всем не впариваться в эти штуки, а ждать ивенты, тем более я смотрю на Корее сейчас интересные жирные паки появляются, когда там фиолетовые карточки, с которых ты там можешь достать. Берите их, потому что у нас даже был рекорд, сейчас тебе скажу, 8 паков по 2000 кристаллов. Это 16 тысяч кристаллов. Это по 11 фиолетовых. Ну, можно посчитать. В общем, нашему товарищу выпало, я не помню сколько сразу, но, в общем, с Фьюзами вышло 16 красных карт. Как тебе такое? Чего, 16 красных? 16 красных карт. Это же очень жестко. Ну, да, лично я тащил там порядка 9-10. Это вот такие вот у нас паки. Паки приходили. То бишь, ты открываешь, они тебе насыпаются красные, тебе насыпается дофига еще дополнительных белых. Белых вообще нет, там зеленые, синие. Ты их еще Фьюзишь и еще оттуда красных тащишь. Ну, то есть, самую главную истину нужно понять, ребята, в очередной раз в этом видеоролике мы вам скажем, что здесь очень важно иметь терпение в этой игре, чтобы сидеть, не открылась карта, через неделю откроется, через 2, через 3, через 5, но она у вас все равно будет. Даже если вы играете free to play, вы все равно рано или поздно на это на все нафармите. Надо четко понимать, здесь марафон, а не спринт. Здесь не получится сразу забуститься так, чтобы пойти и всем башку оторвать. Ну или нужно... Не важно, сколько у вас денег есть. Не важно, абсолютно. Ну, я не знаю, все блага мира, в общем говоря. Ну, это просто будет большое расстройство, потому что ты сядешь и вот так сразу откроешь кучу там по тысячу кристаллов, и потом подумаешь, что нахер оно мне это надо. Ну, удовольствие не получишь. Постепенно, степ-бай-степ. Да, где-то надо, да, допустим, я там на старте, вопросов нет, я там открою миллион, 2 миллиона кристаллов, для того, чтобы сделать себе базу определенную. Но дальше я пойду, как бы, через обычные недельные паки, как бы, особо не загоняю. Вот. Ну, тебе этого хватит, чтобы вытащить фиол-карту, дай бог, вытащить фиол-логоциона, дай бог, там, и так далее. Я думаю, да. Я думаю, да, этого должно хватить. Да, это красные карты, ну, как бы, много нету. Легендарки. У меня опять 5 карт. Да, опять 5 карт. На танке я играю, вот он мой, дестройер. У меня 2 хила. 2 хила малиного танка. Да. А сколько попыток было, если не секрет? Попыток, вот смотри. 12 фейл. Это новое уже пошло. За фейл я забрал карту. А, уже забрал одну? Одну забрал, да. Это дальше пошло. Если ты хочешь посмотреть, сколько я вытащил, это делается вот здесь. Заходится квест, goals. И можно посмотреть, сколько я всего карт достал. Я 22 тысячи карт достал, это не так много. Если ты посмотришь там ролик Монжу, когда он там за раз вхерачил 25 тысяч карт и получил одну фиолетовую, то бишь, я считаю, что мой показатель за 22 тысячи карт, которые было, я получил 5, ну, наверное, неплохо. Я с открытым ртом сижу. Мне повезло, потому что, смотри, если взять эти карты, то хорошо. У меня 1195 на Японии. Да нет, корейцы еще больше херачили. Эту карту я поменял вот с этой. Вот она мне выпадала, я поменял. Красивый какой Кадмус, а? Вот Кадмус, да, Кадмус хороший. Ну, это Глад, как бы он мне был ни туда, ни сюда. Глад с ножиком? Да, у меня были все скиллы на Глада, я там думал его качать, потом я все перекинул в Дестроера и вообще ни разу не пожалел, потому что он качается. Это выпало мне просто так. Это самая моя первая танка. Я не помню, где я его взял. А, я его взял как раз за 20 фьюзов, за 20 попыток. Вот, а Виора мне выпало просто с обычного. А вот за 20 попыток персонажей, которых дают, их тоже ведь перероливать можно? Конечно. Ну, цены дикие, но можно, окей. Да. Это мне выпало вообще просто так вот, я открывал паки и мне бах, Виора. У меня был такой хороший день, выпала Виора и выпал одновременно вот Агат, вот у меня три фиолетовых Агатиона, выпал вот этот. Одновременно. Сначала падает она, а через два пака падает вот этот Афат Ишкорис и Спектр. Это не фьюзы даже. То есть просто с паков? Вот с этих ваших крутых фиолетовых? Просто с паков, да. Просто с паков. Офигеть. Видите, ребят, все-таки удача, она все равно присутствует. Она есть. Есть многим у нас ребятам, которые достаточно, ну, просто там не сильные, даже относительно корейцев. Но если взять наших русских, у нас практически у всех фиолетовые карты. Где-то кому-то как-то повезло, там, понятно, там, деду, дед за 20, там, первую карту доставал, там, ну, мне пораньше повезло. А вся остальная банда, как бы, да, вот как пришло, так и пришло, там, открывали, бах, что-то приехало, о-о, поехали, все. Красиво. Да. А в каких хрониках добавили больше всего Агатов, если не секрет? По-моему, во-вторых добавили два, и в-третьих добавили остальных. И именно Фиолог. Нет, из новых, в послед... Я помню, что был Зарич, Баюм во вторых хрониках, и кто-то еще. В четвертых хрониках приехал Тиминель. Ага. А эти восемь, да, это третьи хроники, да. То бишь, этот был только в первых хрониках. Потом добавили Зарича, и в который второй у тебя, вот этот. Вот этот, Акамонахи, да. А потом... Нет, 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 еще был кто-то. По-моему, был Анаким, по-моему, что-то такое. Ну, может быть, ладно, окей. Четыре их было, их четыре было, потом добавили, да, там еще несколько. Да, вот этот самый последний, Тиминель, это вот такой свеженький, хороший статы, скилл, дамэдж, буст, тан, резистанс, ну, такой защитный, защитно-качальный, ну, фиг его знает. Ну, а он уже есть, да, у людей? Да, есть, конечно, да, есть. Кстати, у нас сейчас будут TJ-купоны, я могу любой свой там... Во-первых, TJ-купоны, я буду делать повторный трай. То бишь, ты открываешь купон, и ты можешь достать максимальную карту, там, либо красная, либо фиолетовая. Я, кстати, что-то свое... А, я Салину, я из карт Салину так и достал, между прочим. То бишь, это был повторный трайд за TJ-купон, и вот она мне вылетела фиолетовая. Да-да-да-да, так-таки было. Сейчас у нас будет опять такая же акция, можно будет карту повторно достать, потом Агатиона повторно достать, потом вернуть оружие, там, самое лучшее... Ну, не оружие, а джир, который у тебя был сломан. Точно так же, там, вернуть себе, там, в сундук. Мы в линейке, в компьютерной, с такой акцией должны были столкнуться, но наши русские локализаторы обрезали нам эту акцию и дали ее такую, знаешь, полурасполовиненную. Но логика, самое главное, чтобы понятно. Черные купоны они у нас назывались в компьютерной версии, вот здесь то же самое. Да, потом здесь можно будет сменить твои текущие, там, я могу сменить любую свою фиолетовую или красную карту, или Агатиона, мне пофиг какого, на то, что мне хочется. То есть ты сможешь выбрать даже? Конечно, я, допустим, могу взять, сменить Салину, ну, кто мне там хочется? Вот мне, допустим, танк этот Регина нужна, потому что она там танкоглад. Я просто возьму ее и сменю, и все. Но ты будешь давать дэнсы и просто прыгать, получается, в этого в танк? Да, там, да, дэнсы там достаточно много статов дают, как бы, ну, как бы это вот, TJ купоны так будут работать. Там что-то еще, 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 они там как раз 21 числа, вот как раз, как я и говорил, Яросин Тараса, обнова пятой хроники, и они с этой обновой накидывают TJ купоны, накидывают много там всяких акций, и вон так и тому подобное. Окей, давай посмотрим теперь наш мод. Людям очень интересно, это всегда. Наш мод. Я думаю, что через это, через хпмп проще показать. Ну, давай посмотрим, минутку. Значит, давай посмотрим. Ну, это пушка. Это фиолетовый меч танковский. Ну, из крутого здесь ЛС, это weapon damage boost 25%, позволяет отрывать башню. Словить не так просто, как бы фиолетовый, ну, статы, да и статы, как бы вы сами там, если вы играете в эту игру, можете посмотреть, там, сравнить со своим. Если кто-то там на танке, или в целом там поковыряться. Вот. Через сколько ты заимел эту пушку? То есть, как на танка пересел? Эту пушку? Эту пушку нет, я ее тоже трансфернул с арбы. У меня на арбе была аркана арба, я ее тоже трансферил, когда менял полностью класс. Слушай, как удобно получается на самом деле. Все, что угодно. Я мог еще шмотку поменять, что-то менял, что-то продавал, что-то покупал. На текущий момент, ну, вот у персонажа, допустим, там, ну, шлем, это арбы остался, у меня есть второй для пвп, а этот, почему использую, потому что дает хороший параметр skill damage boost. Он очень важен в этой игре. Skill damage boost, потому что в основном персонажи все бьют скиллом. Не рукой махают, ну, они рукой махают там на начальных уровнях, да, когда слабенькие. Чем выше уровень, чем больше у тебя скиллов, он начинает использовать данные скиллы для убийства там мобов, там, игроков и тому подобное. Поэтому он прям... Skill damage boost, то есть boosted all damage и boosted all damage on creed. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, он урон от скиллов, который считается по какой-то там корейской дурной формуле. Понятно, они у них все дурные. Да, это шлем, да, это у меня броня аппелла plate armor. У нас такого нет, ребята. У вас такого нету, она дает очень много дефенса. Я еще заточил на плюс 6. Блеска прокнула. Блеска прокнула? нет 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 кстати по поводу блесок я так смотрел стримы и смеюсь когда человек допустим пушку заточил на плюс 7 она найдется одним превышением и человек берет блеску и пытается заточить и думает что ему 6 9 прилетит нифига подобного в этой игре блеска не работает после переточки вообще никак скажу давай здесь не точит нифига при прямом нет она не заточит тебе не 2 не плюс 3 на единицу максимум то же самое что и обычная . имейте ввиду интересная информация что что интересная информация она даже чисто теоретически с плюс 7 не может заточить нет не может никак вообще нет она просто еда с максимум плюс 1 забавно забавно понятно то есть идеальное использование это все равно в сейф заточку кидать ее и конечно дай бог именно залить именно так именно так и заточку но ты учти что ну как в сейф заточку допустим четвертая заточка здесь безопасная до соответственно выкидать надо с 3 ну в тройку это понятно в тройку четверку кинешь все равно будет плюс один же а как так сбили и с сигелями работают она сбежи по-другому работает а вот со шмоткой и с оружием работает так ну кей был дальше следующий шмот штанишки go дальше штанишки я их давным-давно сделал я их достал через алхимию они тоже идут лишь три точки не плюс 6 я почему их держу потому что любит critical hit resistance по-хорошему их можно было бы поменять на beaters of endurance есть там такая штуковина которая скилл рез дает там еще всякую фигню но не хочу сейчас не вижу смысла потому что все равно буду меня честно фиолетовые трусы fallen angel они там слишком много дают и это так крик крит хитрый рез это было важно для хила для того чтобы меня вообще не убить не могли вот поехали дальше джаггер и очень крутые перчатки не знаю есть они у вас сейчас нету круто я в прямом эфире посмотрю ты пока дальше рассказывать до 0 damage плюс 3 скилл damage boost плюс 5 этим как бы они прям очень крутые но естественно у меня если вы там посмотрите там лс и там люди будут смотреть там у меня дэв 2 окон 2 magic и вейджинг как бы у меня я бы тоже самые лучшие там лс и да но они достаточно крутые это же блеск и лс и все верно конечно конечно это все блеск и лс это все блеск и лс жесть поток потом ноги boots of this год ботинки мертвого бога тоже делали перчатки посмотрел нет ни перчаток не ботинок у вас их нету у меня у вас появится если появится выбить из боссов прям имею ввиду то что это прям маска и потому что дабл чанс огромный в ипан дэмэдж boost kill damage boost эти как бы это дорогая штука и на рынке у нас сейчас уже на путь ну как бы это опущен на низком рынке они стоят нам порядка ну допустим таким лсом 25 27 тысяч кристаллов но для красные шмотки у вас это много считается но это много до считается прям очень 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 много вот если поехать дальше ну что там не заточенная рубашка плюс 7 нас таких пока нет к сожалению но в ближайшее время тоже будут да они тоже будут потом плащ у меня один есть такой почему я использую использую больше его для фарма да и для пвп тоже иногда потому что extra damage on critical hit это кстати очень важный параметр дает приличный урон плюс critical hit естественно это какой-то да так у меня есть и вторая штуковина вот она сломана это дает скилл резистанс это я когда хожу на боссов одеваю до сигима тоже но у нас такого нет да сигель это параде сигель да ничего особенного тоже под замену уходит нафиг она нужна такой себе давно просто с ним гоняют заточила на плюс 3 ты есть да есть вот касаемо бежи плюс 7 у меня драгон и зориолог причем блессе ой блесен тарас да 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 волокаса не как жару специально что говоришь волокаса не точил специально почему он для близ 5 всего не заходит понимаю я с ним намучился уже этот зашел как-то была акция был ивент я просто с шестым волокасом такой сижу на японии думаю как так ну не заходит но не заходит ничего сделать не могу точно так же как вот не могу сделать с этой браслетами свишу он даже не блесит но они должны поработать потом есть непосредственно блесит браслет но он тоже плюс 5 это моменты где можно еще персонажа там нехило усилить потому что плюс 7 давай так будем откровенны чтобы сделать плюс 7 вот это и вот это и вот это ну на вскидку это нам будет тысяч триста четыреста кристаллов спокойно причем шансы грабану хочется игры заходят плохо здесь мне просто повезло я не знаю каким чудом каким там знаешь там проведением что это вообще такое было ну как так вот и получилось хочешь ложь о секрете у меня волокас на корее на ножики 49 уровня плюс 8 не знаю это дико дико удача до дико дико это дико удача и ты я просто очень много раз пытался и ивент и не ивент и просто так покупал все время втыкался где-то здесь и дальше никуда не ходил окей бежа боится бежа бегаю пока сопел и ник лейс стан resistance опять же я ее делал по дорбу для того чтобы то мне не пробивали что было все классно но я сейчас покажу на что и меня буквально я жду сейчас переходов трансферных вот менять я буду ее вот на эту классную штучку на некоторых серваках до фиолетовый линди ворный клейс кладом редакшн если сравнить моей еще 10 процентов же здесь это много она дает больше дефенса damage reduction и самое главное что на курсе так как я танк места на курсе просто критично важно ну и плюс она скил резистенс дает когда ты точишь три безопасная соответственно пятерочку она загоняется ну не с первого раза но загоняется не катастрофа то пришло такой линди вор никлейс как мы будем использовать вот буквально там наверное уже через неделю вот погнали дальше пояс octavius belt с ним вообще интересная история лучше него фиолетового нету потому что у него из килл рез и damage reduction как как я его получил мне был плюс 2 мы убивали олку х я выбил еще один такой же такая прям забавная ситуация друг за дружкой думаю да ну раз выбил еще один думаю так новый выбил все я туда кидаю блеск у меня разолитает плюс 2 сижу с двумя плюс старыми думаю блин но плюс 2 как бы а тут понимаешь если ты посмотришь здесь и потом плюс 8 за каждый переточку он дает плюс 2 лишь мне не хватало типа ну я понимал четко что типа плюс 4 или там даже плюс 5 может дать не там существенно больше там до фазы и у меня я затащил второе и сижу с двумя плюс 2 думаю ладно там лс не буду кидать возьму тот который новый еще у него блеску одну кину кидаю блеску получаю плюс четвертый думаю ну ништяк ставлю ее ловлю хороший сразу лс думаю ну все буду бегать думаю что делать со вторым продать не продать смотрю на рынок он типа стоит там порядка 30 тысяч кристаллов думаю это можно и продать а можно не продать и думают он думает и бы хрен бы с ним беру еще одно блеск покидали получаю второй такой же пояс на плюс 4 который но на рынке плюс 4 пояс стоит 60 тысяч кристаллов там если кому понятно в рублях от 100 тысяч рублей и один правда подарил товарищу на серёге деду с ремнем такой же топ он даже посильнее меня он на destroyer играет вот вот так вот с этим поясом как бы он очень топовый когда он появится старайтесь его поймать выбить не знаю заточить его конечно будет наверное там кое-какое место будет сжиматься там сфинкер который чисто чисто в шмотку которая там грубо говоря 50 ка рублей точку кинуть ну да ну как бы дачу делать да дальше по кольцам это кольцо я использую постоянно но всегда нам не одета почему потому что килл дамич буст нем выролен и в нем скилл резистанс плюс 20 это достаточно много у нас есть такое колечко она по моему со стена падает если ничего не путаю да но есть как бы она очень 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 полезно и она и по инди она везде как бы будет вещь тоже мне плюс 4 использую его с не дую мне очень нравится супер второе кольцо которое я использую это majestic ring но это чисто кача скилл дэмэдж бустом дают просто в базе еще мне выролен еще скилл дэмэдж бусту бишь для того чтобы убивать как можно больше мобов как можно лучше качаться для pvp непосредственно вот у меня есть вот такое колечко а история с кольцами на резисты постепенно заканчивается до к третьим хроникам почему заканчивается до сих пор актуально все конечно не кольца на резист скилл резист это параметр который очень важен нет не скилл резиста именно от стихии резисты нет нет тебе они вообще они вообще не нужны будут когда ты получаешь хороший хороший шмотка нет она перекрывает одно другое конечно она перекрывает просто ты достигаешь определенных параметров если уже можете позволить как бы там кольца красные дает еще и точеные то тебе плевать значит у тебя уже достаточно серьезные статы и тебе плевать то там тебя как бьет я их давным-давно использую наверное последний раз и на скилл резисты использовал кольца летом в августе край этого я переехал на это да я просто хотел рассказать то что есть она к им ринг это тоже очень крутое и достаточно дорогое кольцо падает у нас галаки это уже вода не это потом увидим стан резистов 10 процентов я его чисто под пвп вытащил на шоу только для этого вот так это его и падаю его да ну его плюс 7 я ее по-моему она как только появилась я помню сразу и сделал плюс 7 до 2 пока не вышел тоже нас пил дамы льбу сдает по ним особо там рассказывать то наверное нечего но это как дарас волоказ браслет и чисто видно да как бы я понимаю мне надо поработать над верхней частью а третий пункт работает да это руны у вас рун нету они появятся только в 4 хроники нет вру 1 руна появится в 3 хроники края появится только 4 но я их позвоню на буду рада рунах добывать сложно их через алхимию сейчас покажу что такое алхимия но они дают достаточно большие статы потому что она в базе там дают только два стрэнджа ты видишь на плюс 3 я получил 3 плюс 2 плюс 3 еще 3 дефа еще дэмэч и редакшн вы думаете можно сделать она еще до 5 процентов дабл чанса если ее сделать на праздник жизнь и это то же самое но это только у меня еще на ненавистом есть да как бы вот тут ну надо по заморачиваться это сложно это долго ну плюс 3 руна как дорого знаешь как она получается порядка где-то за 10000 кристаллов через алхимию ты берешь там есть один рецептик казино что надо туда засунуть чтобы получить именно ее и плюс 3 ты получаешь нулевую за 10000 кристаллов ты их делаешь на 568 штук там как как повезет и дальше уже сдаешь после этого ты точишь вот чем нового то стр 110 кон 111 жесть вниз 66 и 58 аги 71 и дэк 47 капец но вкачано все основные статы стр кон и вагилити вагилити остаток как бы вагилити можно еще добить сейчас покажу вагилити только 12 от поинтов но я могу еще заявить у меня эликсиров еще 35 25 штук я могу еще на 25 поднять агилити и будет прям хорошо должен дать над этим работаем вот а касательно там статов наверно да можно пробежаться у меня вообще кстати не крафтятся эликсиры уже 6 или 7 попыток было да сложно поэтому у меня их так мало вот если там взять статы там умели дэмэдж 241 и акуроси 331 критикал хит 112 ну как видишь я так буду пролистывать потихоньку ты смотри сколько там чего дефон почему 326 то я в четвертом этаже здесь режется дефон стак у меня 341 342 в шлеме автоматически ловишь деба да 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 здесь в то и здесь дебаффы есть до вэп он дэмэдж бу сто шестьдесят процентов скилл дэмэдж бу сто восемь и шесть в вэп он дэмэдж буст это скилл который чисто бустит автоатаки это да это дамаг с оружием а скилл дэмэдж буст это замок раскилов то бишь есть базовый там допустим единица соответственно при параметре сто восемь и шесть я на 186 буду больше давать давать дома за ну понимаешь ну в разок и точно также вэп он дэмэдж буст точно также есть база к базе вот столько жесть просто критик критик критикалы хиты тут много чего там игнор дэмэдж редакшн допустим классный кстати от туда был резист нас против против дарлаг до мэджикал критикал кучу 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 всякого добра который как бы позволяет там персонажу быть сильным это все собирается как бы в одну кучу у вас полоску с синими бафами убрали да и так понимаю все в зеленый теперь какую полу ну вот рядом с хпшкой там полоска зеленых баф у тебя у нас еще визуально нет сверху рядом с уехал их просто очень много я просто думаю чего 10 это бафы не 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 все есть бафы и добавки как бы вот в общем вот 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 так вот если эти пролистую там много всего давай поехали дальше я сейчас покажу из таких наверно экспертизу астер я делал а я кайр ладно agility какой-то приехала потом все поменяем в любом случае на смену а а кстати по поводу экспертизы вот образцовой экспертизал жесть это сколько кристаллов ты потратил чтобы прокрутить так 1000 это же все блочить надо конечно то есть там уже ралли заблочил выравил заблочил да 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 именно нужные которые тебе ты их оставляешь новые дальше крутишь это не доделано потому что вот и вот вот плохой но этот еще будет более-менее вот они хотя бы тебе в цвет попали а это важно конечно потому что цвет потому что цветы цвета когда ты закрываешь линию а тебе дает там что-то ты видишь all the most extra pvp или pvp skill damage и по большому счету самое правильно выбирать одного цвета что такое фиолетовое фиолетовое это исключительно дефенс синие это pvp зеленая это краб ну краб он за тот кто мог крабит просто ну да потому что здесь зеленая допустим вот у меня краб это манью красиво красиво да на great ford она все закончено просто я не выролевал нужные полоски я на нем особо и не качаюсь если там поставить когда я закончу с ворты буду уже выкачивать грубо бить экспу на great ford и естественно я сделаю чтобы было все правильно потому что так будет хорошо опять же я во все зеленые а астер а астер поехали астер астер это первый ну как так закрыто не так уж и много но что-то сделано где-то 8 уровень где-то 7 сейчас подожди одну секунду как посмотреть общие статы общее на ходу а вот вот она допустим первое что мне дает дфмс дамы череда кша блок веб он и тому подобное как бы много чаще не открыто самом деле астер достаточно дорогой и его брать откуда можно брать и ломать красную шмотку представляешь делать эффективно ломать красную шмотку рука не поднимется конечно а там 28000 здесь засажена вот этих астер астерок но ты их равноверно получается прокачиваешь да я и прокачиваю равномерно здесь 27 600 это как раз это атакующая как раз я сейчас делаю да да извини это тормознул то нормально бывает для всех на на видеоряде все подумали что это видео остановилась на паузу да в общем я делаю равномерно потому что стоимость прокачки ну да даже не в деньгах просто в целом в количестве тех астеров которых нужно там сумасшедшие там чем дальше тем больше типа закрыть все но я себе не представляю кстати да здесь есть такие скиллы как допустим абсолютно курсе это который тоже нужно открывать на него это шансовая история этот как здесь у меня не открыто еще стоит 500 астера прокрутить и открыть но я сюда где-то в бухал наверное уже 20000 астера и все никак не могу открыть абсолютно курсе взяли ты выезжала что значит такое абсолютно это значит то что ты можешь преодолеть любые защиты и точно так же любую атаку как бы там за и выйдете ли там как акур оси попасть вот кастер тоже здесь где-то 67 но здесь и недоработал здесь 76 в общем здесь игра слишком многогранная она кажется типа ты заходишь вот в эту историю смотришь да что тут такое ну ладно там если или достер там да там мало но постоянно есть над чем работать ты покажи еще спириты потому что ребята сейчас играют которые на японии только улучшение сосок у нас есть а тут-то вон их сколько перед салшоты до у меня девятого уровня когда никаким цветом сойдется белый белый жизнь они 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 белые да а десятая валим начинает сутиться тоже белые ой я вышел до отсюда и спириты салшоты над ними в первую очередь нужно работать кстати всем даю совет самый большой буст если естественно вы качаетесь сосками но без сосок качаются только лохи поэтому даже не думайте не думайте вырубать их всегда сосками проще на это тратить потому что и прокачивая салшоты покупая соски как бы нет но тут тоже сомнительный профит на первом втором уровне все-таки можно их поскипать 1 2 да но когда я смотрел там у тебя по-моему четвертый или пятый четко у меня сейчас скажу у меня последний последний раз апнуть из 4 5 ну там за больших очень много нужно просто это не так уж и много поэтому акцентирую на этом внимание да на старте по моему есть только солшот вар нет все я только сайт айгис есть вообще только соски больше ничем а только соски ну дальше да у вас появится смотрите по статам акуры сил дэмэдж опять же вот он дэмэдж буст скил дэмэдж бустом всякого дерьма насыпает потом айгис это чисто защитная потом появляется конкуер это для но это краб ветка это для мобов потом дуэль это вывыш на такие классные тоже статы которые тоже сука все офигенных как нужны ну да потом появляется блесенье блесенье достаточно свежая история они появились не так давно это на крылышке виталки дано когда на крылышке соответственно грубо засту когда у меня идет обновление как бы я получаю там за одно крылышко как бы не не 100 пирошек 170 нужно это качал до 6 уровня как бы это помогает но это выберем расход существенно упал и кубки я купить кстати последнее вообще не трачу все идет через квест через да все через квест или у нас ушки есть такая штука нету покажу вот это последнее тоже портитью и добавили там дамы редакшн как бы но это позволило там еще усилиться забронироваться вот это астер жесть я алхим к это когда ты скидываешь ненужные предметы получается типа ложные не можешь ты крафтить два синих одна зеленка и можешь пробовать там может сюда 5 красных засунуть как бы я на самом деле отсюда даже скилл вытаскивал фиолетовый соответствовал шилд у меня было здесь пятый пояс красный четвертый пояс красный и три третьих кольца вот так же и у меня фиолетка выпадала вот здесь на втором месте достал на втором месте до вас пока первое место по моему 70 процентов до что что там по процентам же по моему что-то первое и первый слот что выпадет 50 процентов или 70 но и подалили на 30 там потом дальше шляпа последний пять процентов но это чисто казиношная история вот знаешь сидеть кликать адену казиношная да но многие кто делают как бы это нормально работает потом есть такая штука я не знаю у вас души добавили или нужно нет со старта нет к сожалению со старта нету будет такая штука как прогрессе тут охрененные статы видишь критикал хитал дм и что он подобно выглядит это вот так и начинаешь прокачивать а является 1 уровнем такой-то 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 это все добавляет статов и ты будешь выбирать какую-то сторону двигаться вот у нас вот это дэм оч атак атакующие эффекты видишь это защитные эффекты это буст эффекты здесь не kill damage boost дабыл шанс и всякое то вот это добро здесь сорваивал это опять же но этот дефон тот же самый там немножко другого там по параметра здесь больше точность типа стана акуроси защиты там вообще в целом акуроси как бы ну здесь здесь это сиси эффекты контроль опротивление там магом ножам и тому подобное ты сам выбираешь куда ты будешь двигаться как ты будешь прокачиваться это вариативность развитие этого персонажа это всегда можно скинуть и перекинуть вообще в другую сторону понятно за кристаллу прокачивается за счет за душ душ но то есть ты фармишь фарм который ты будешь фармить получаешь за это очки и за эти очки а больше эту прогрессию все верно у них еще есть коллекции ты можешь получить душ и вот допустим андраса не доделал могу 248 должен за него получить потом следующие синенькую какую-то и ты так собираешь 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 кстати тоже обращу внимание эту штуку когда она появится нужно делать обязательно потому что она бустит персонажа прям ну очень сильно вот спирита я показала карты показал экспертизу я показал алхимию показал ну наверное на этом закончим ролик дальше еще пообщаемся всем ребят спасибо ставим лайки обязательно комментируем показали полностью всего персонажа со всех сторон и скиллы и астеры и все моменты развития рассказали какие то вопросы будут самые интересные вопросы постараемся вычленить и может быть найдем тему для очередного видеоролика с мегом мекс спасибо тебе огромное что тратишь время на это спасибо огромное что рассказываешь поясняешь объясняешь текущая версия линейки мобильные особенно очень интересно поэтому мы ждем выхода этой данной игры на европе и очень сильно ждем когда же все это дело начнется уже по серьезному да всем спасибо я с удовольствием мне это только в радость надеюсь то что вы какую-то информацию полезную себе почерпнете подписывайтесь на илюху ставьте лайки всем удачи пока пока